Мы ходим вот здесь. Это пережитки прошлого. Потому что обещали, что здесь уже сил никаких нет. Только надежда на сбычу мечт придает сил жить среди этого всего. Тут и заваленный хламом двор, и брошенные дома, и заборы вокруг, говорит Игорь Зуев. В то время, когда он носит дрова, чтобы натопить свою развалюху, со всех сторон раздражающе нависают современные высотки. В одной из них, рассказывает мужчина, еще прежний застройщик много лет назад обещал выделить его семье квартиру, а их жилье снести и забрать участок под свои нужды. Но прежняя стройкомпания испарилась, и теперь многоэтажку доделывает другая фирма. Ей территория, где расположен дом Игоря, оказалась не нужна. Он теперь тут сам по себе. Объясните, почему вам должны дать квартиру? Обязаны, не обязаны, это вопрос второй. Просто из практики и жизни, сколько шли застройки, много по городу. Всегда убирали частные дома. Ну и сами посмотрите, это ветхое строение на фоне вот этих вот всех домов. Ну реально, как вот горят, как прыщ там на одном месте. Как бы молодая развивающаяся семья, и хотелось, чтобы дети в достойных условиях воспитывались. Игорь утверждает, новый застройщик обещал ему выделить новую жилплощадь многоэтажки, которая уже скоро будет сдаваться в эксплуатацию. Ни о каких переговорах и речи не было. Тем временем говорят в самой стройкомпании. Я вам искренне говорю, я даже никогда об этом не слышала. То есть мы ведем строительство не на их территории абсолютно. У них у каждого дома свой земельный участок. И мы не переходим к границе. От вас я в первый раз слышу, что мы предоставляем им какое-то жилье. Но пока надежды Игоря Зуевы живы. Он верит в добро и социальную справедливость. Но если с ними не заладится, то, говорит, придется брать ипотеку. Алексей Кривогорницин, Степан Майер. Новости Прима. Субтитры создавал DimaTorzok